Уважаемые авторы, состоящие в РАО, в Российском авторском обществе, знаете ли вы, что независимо от того, получаете ли вы гонорар или нет, независимо от суммы гонорара, может быть даже одна копейка в год, это будет ваш доход. И если вы состоите на бирже труда или намерите не только на него стать в Центр занятости населения, то имейте ввиду, вы не имеете на это права, так как являетесь трудоустроенными гражданами с постоянным доходом. Вот такая формулировка. И это не ошибка. ПФР, Центр занятости населения, именно так это объясняет. Несмотря на то, что РАО не считает нас трудоустроенными не гражданами, а с определенной оплатой труда ежемесячно, как обычно бывает в этой логовой книжке. И в этом случае, если вы не сообщите при постановке Центра занятости на бирже труда о том, что вы вот таким образом предоустроены в РАО, вы будете являться нарушителями, умышленными нарушителями, виновными в сокрытии дохода от государства. Статус безработного вам не положен. И это в лучшем случае. Например, как в моем случае. Неважно, что за 22 года от РАО вы не получали ничего. Или типа несколько рублей с копейками. Ну, скажем так, по полкопейки за год. Это уже доход. И это трудоустройство. Вот так. Доказать что-либо никто из нас не сможет. Для государства мы будем являться трудоустроенными гражданами. Нам не будет помогать ни в поиске работе, ни с выплатой пособия по безработице. Собственно, нас они признают безработными. Именно поэтому я расторгаю свой договор с Российским авторским обществом. Свою интеллектуальную собственность буду защищать и распоряжаться ею сама. Ну, а пока на мой вопрос по расторжению договора с РАО, как и я читала в интернете, предупреждали, в ответ тишина. Буду писать, буду отправлять. Надо будет приедать к секретарю, подам под номером заявки. Я не думаю, что я представляю какую-то такую глобальную заинтересованность в РАО. И очень надеюсь, что скоро наши с ним отношения будут распространены. А всем остальным, кто об этом не знал или только собирается стать на бирже труда, ведь я понимаю, что гонорарами сыт не будешь. И, извините, не у всех они огромные. И даже такие большие звезды наши уходят из РАО, наверное, не просто так. Я лишь хотела предупредить тех авторов, которые не в курсе данной ситуации, чтобы вы не стали виновными в сокрытии дохода от государства, чтобы вас не признали вот такими виновными. Поверьте, это очень больно и это очень обидно. И я считаю, это огромный несправедливость. Всем спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...